Это, конечно, не профессиональная площадка для проведения соревнований, но спортивный фестиваль проходит уже пятый год. Каждый из участников, а их больше двухсот, настроен на серьезную борьбу. В соревнованиях по футболу принимают участие восемь команд из образовательных учреждений Центрального района. Первыми на поле вышли ученики седьмой школы и профлицея номер девятнадцать. Команды сразу показали свои намерения победить. Буквально до последней минуты счет матча держался в ничью. Болельщики, трибуна которым заменял местный ландшафт, поддерживали игроков как могли. Забить гол буквально на последней минуте и сделать счет 4-3, говорит капитан команды седьмой школы, помогли усердные тренировки. Мы долго готовились, играли на физкультуре и старались после уроков оставаться играть. Тяжело было атаковать, потому что мы играли в трех защитников и в одного нападающего. Забивать было довольно сложно. Но это была лишь предварительная игра. На поле встретились также команды 24-й, школы 8-й и 15-й гимназий. Финальные поединки пройдут завтра на стадионе первой спортшколы. Также в субботу и воскресенье школьники сыграют стритбол и баскетбол. Участники команды, победители, призеры будут получать кубки, участники медали, грамоты. Кроме того, эти команды участвующие получили спортивную форму футбольную. А вот итоги настольного тенниса уже известны. В этой дисциплине команду представляли по три человека. Каждый играл отдельно. И по результатам личных зачетов суммировалось общее количество баллов. Так, первое место досталось представителям второй школы. Второе – у учащихся 19-го профлицея. В Ронзу взяли спортсмены 14-й школы. Татьяна Нагорская, Демидь Даниловский, телекомпания ФКТ.